Добрый день, дорогие друзья! На нашем с вами любимом библейском портале «Экзегет» сегодня хотелось бы предложить вам размышления о том, кто является высочайшим, можно даже сказать, непревзойденным образцом для каждого наставника, для каждого пастыря церкви. Наставником для многих настоящих истинных пастырей может быть святой Иоанн Претеча. На каком основании мы так говорим? Когда святой Иоанн Претеча вышел с проповедью в пустыне Иудейской, он начал со слов «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное, уготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его». Так нам повествует святой евангелист Лука в третьей главе. «Всякий дол да наполнится, а всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и станут гладкими». То есть, такими словами святой Иоанн Претеча сглаживает и уготовляет сердца людей к принятию истинного Спасителя. Приходящим к нему народу святой Иоанн Претеча, как мы хорошо знаем из святого евангелиста Луки, говорил такие слова, слова очень строгие. «По рождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секир на прикоре дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Причем, евангелисты подчеркивают, что эти слова святой Иоанн Претеча говорил всему народу. «Говорить столь строгие и бескомпромиссные слова людям, которые высокого мнения о себе, это тоже свойство настоящего наставника. Говорить горькую правду, какой бы она ни была, неприятной для слушающих. Каким образом святой Иоанн Претеча уравнивал пути человеческих сердец ко Господу? Что значит всякая гора Ихомда понизится? Дело в том, что самоуверенность, гордость, вообще высокая оценка самого себя, она свойственна людям самого разного сословия. Если говорить в контексте нашего времени, людям, которые имеют какое-то образование, какое-то звание, какой-то за плечами опыт и могут этим опытом гордиться. И пастырю, если он хочет подражать святому Иоанну Претече, надо находить нужные слова, чтобы вот эти вершины, вот эти выпулкости, вот эти горы понижать. А людям, которые простосердечны, или которые находятся в состоянии уныния, печали, какой-то скорби, как всякий дол да наполнится. То есть человеку, который искренне кается, подобно тому, как святой Иоанн Претеча наполнял долой, то есть давал утешительные, здравые, мудрые советы вопрошавшему народу. Так, собственно, и любой наставник, любой пастырь в церкви должен утешать сердца страждущих людей. Людям смиренным, кающимся, искренне ищущим Бога, может быть, даже что-то недопонимающим, надо уметь с любовью это ответить. Например, спрашивал народ святой Иоанна Претеча, что нам делать? И святой Иоанн Претеча дает универсальный совет. У кого две одежды, то дай ей неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Обратите внимание, дорогие друзья, святой Иоанн Претеча сам своим даже внешним видом, он буквально потрясал и вызывал даже благоговение у людей, которые приходили на Иордан видеть его и принять от него крещение. Аскетичный образ жизни, это сразу вызывает глубокое уважение. Но святой Иоанн Претеча не призывал народ оставить жизнь, оставить с отцом, оставить работу, оставить свои семьи. Он никому не говорил, оденьтесь так же в эту грубую одежду из верблюжьего волоса, будьте такими же, как я, ведите такой же образ жизни, как я. То есть святой Иоанн Претеча, будучи рассудительным, настоящим проповедником покаяния и образцом для рассудительного пастыря, не пытается возлагать на плечи людей очень тяжелые бремена. По аналогии, как Господь Иисус Христос обличал религиозных вождей Израиля за то, что они возлагали на людей неудобо носимые бремена, а сами не пытались даже перстом их сдвинуть. Вот святой Иоанн Претеча как раз образец самоотверженного проповедника, беспощадного к себе. Строгий аскетизм, постничество, питался лишь акридами и диким медом в пустыне, однако же народу приходящему кается. Он не требует, чтобы они стали во всем похожим на него, по крайней мере внешне, не подражали. Потому что все ложное, и даже вот ложный аскетизм, конечно, ложный аскетизм, если говорить в контексте и нашего времени, он может вызывать какое-то восхищение, уважение, внимание, но ложный аскетизм ведет к гордыне превозношению над другими. Человек, который становится на путь ложного внешнего аскетизма, он превозносится над другими. Это путь не приближает Богу, а скорее удаляет от него. Приходили мытари, крестицы, и спрашивали, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте, более определенного вам. Обратите внимание, дорогие друзья, мытари, это были люди, которые собирали подать из народа израильского для римлян. Они получали такие, так сказать, полномочия, а за этими полномочиями достаточно сложно следить, сколько ты взял, может быть, ты взял немножко больше для обогащения самого себя. Проследить достаточно сложно, и здесь широкое поле для всевозможных злоупотреблений. И вот святой Иоанн Претеча, как мудрый наставник и проповедник покаяния, он не говорит мытарям, оставьте вообще ваши занятия, потому что оно не спасительное. Тут можно провести аналогию и современный, допустим, священник, добрый, мудрый пастырь, он не может и не должен людям определенных профессий сразу говорить, оставьте ваше служение, потому что оно однозначно не спасительное. А задача в каждом месте, в каждом служении помочь человеку прийти к Богу, внутренне измениться, чтобы произошло внутреннее качественное изменение человека, а не только внешняя перемена образа жизни или места жительства. Спрашивали его также и воины, нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Кто такие воины? Воины – это люди, обреченные властью, имеющие при себе оружие. Когда человек имеет оружие, это тоже дает повод для того, чтобы, и дает возможность, чтобы оружие использовать, пусть не всегда по назначению. И человек, обладающий властью и оружием, тоже может этим злоупотреблять. И обратите внимание, что мудрый проповедник покаяния, святой Иоанн Претеча, это образец для всех пастырей. Он же не говорит воинам, хотите спастись, не берите в руки оружие. Хотите по-настоящему прийти к Богу, оставьте воинское служение. То есть вот этот выборочный пацифизм, который, к глубокому сожалению, имеет место быть и в наше время, и он почему так моден и привлекательен людям, которые на самом деле не упражняются в чтении Священного Писания, чтобы их ум был просвещен светом Слова Божия. Святой Иоанн Претеча воинам говорит только то, никого не обижайте, не клевещитесь, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вот пример рассудительного пастыря. То есть строг к себе и благоразумен снисходительным к ближним. Каждому человеку он дает именно тот совет, который этому человеку необходим. Для чего? Чтобы всякий дол наполнился, а всякая гора и холм понизились. То есть людей самолюбивых, высоко о себе мнящих, гордых, чванливых, немножечко их, так сказать, уравнять и привести к смирению, к благоразумному взгляду на самого себя и на окружающих. Людей, впавших в уныние, в какую-то печаль, порабощенных какой-то скорбью, просто кротких, смиренных людей. Он пытается подбодрить и направить на истинный путь. Настоящий пастырь никогда не будет призывать людей оставить то служение, на которое они поставлены Богом. А задача пастыря – помочь человеку преобразить с Божьей помощью тот род деятельности, которым он занимается. И, конечно, говоря об образце для всех пастырей, когда мы говорим о святом Иоанне Претечи, наверное, уместно вспомнить из слова святого апостола Павла, в частности, из его первого послания к Коринфянам, где святой апостол Павел говорит о себе, и это, безусловно, важнейшее напоминание для любого пастыря. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы большее приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона – как чуждый закона. Не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных я был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вот какой важный такой внутренний нарратив, внутренняя позиция настоящего пастыря. «Для всех сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Это 9 глава из 1 послания Коринфянам с 19 по 23 стих. И вот буквально 26-27 стихи говорят о чем. «Потому я бегу», он приводит параллель, как «бегущий на аресталище». «Все бегут, но получает победу только один». «Посему я бегу не так, как, наверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот образец для настоящего пастыря. Есть над чем задуматься, и не только священникам, а на самом деле нам, всем христианам. Если ты хочешь быть учителем, наставником для кого-то, хотя бы для самых близких, для членов своей семьи, то надо порабощать тело свое, чтобы, проповедуя другим, не остаться недостойным. Чтобы твои слова и дела не расходились. Быть более строгим к себе и снисходительным к немощам ближних. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok